Вкладывать деньги в недвижимость, ценные бумаги или в золото всё больше инвесторов в последнее время предпочитают драгоценный металл. По итогам последних биржевых торгов мировая цена за унцию выросла более чем на 2% и составила 1350 долларов. Причиной такого скачка эксперты называют кризис на Украине как один из самых больших геополитических рисков для Европейского Союза. Теперь от обострений или стабилизации украинского вопроса будут зависеть и котировки на золото. Если ситуация пойдет на спад в Украине, на спад напряженности, то золото, скорее всего, будет подвергаться снижению. И мы сейчас смотрим, что цены могут вернуться в район 1200 долларов за унцию. Пока что спад напряженности не наблюдается и есть потенциал роста в район 1400. Покупать ли казахстанцам золотые украшения, монеты или слитки в настоящий период или наоборот продавать? Эксперты говорят, что для долгосрочных планов вкладывать золото выгодно, а вот на быструю прибыль лучше не рассчитывать. Тем более, что за последние годы это не самый высокий скачок цены на драгметаллы. Был исторический максимум 1920 долларов за унцию в 2011 году. Относительно унцию цены сейчас на низких уровнях. Поэтому, если вы решили вкладываться в золото, то делайте это в 2014 году с горизонтом 5-7 лет как минимум. Золотой ресурс Казахстана 9,5 тысяч тонн – это данные Комитета геологии. Всего в стране 320 месторождений этого драгоценного металла. По прогнозам КАЗ Геологии, если расширить научную работу, региональные программы и саму разведку, то в год в стране можно добывать до 70 тонн золота. А золотовалютные резервы в минувшем году выросли на 10,5% и превысили 95 миллиардов долларов.